Задача номер 4617, Савченко, номер 4617. На какую высоту поднимется жидкость плотности ρ в полностью смачиваемом капилляре, если его поперечное сечение S, а периметр этого сечения L? Как зависит период малых вертикальных колебаний жидкости в этом капилляре от высоты жидкости? Поверхностное натяжение жидкости σ. И приведен вот такой рисунок, полностью смачиваемый жидкостью капилляр. Форма его нам не дана, поэтому мы можем тут изобразить какую-то сложную форму. Но известно, что поперечное сечение капилляра S, а периметр L. Еще известно поверхностное натяжение жидкости σ. Итак, дано S, L, σ, плотность жидкости ρ. И нас просят найти две величины. Во-первых, на какую высоту поднимется жидкость? Капилляр полностью смачивается жидкостью. Нужно найти высоту. Во-вторых, нужно найти период малых вертикальных колебаний жидкости в зависимости от высоты, T. Начнем с того, что найдем высоту, на которую поднимется жидкость. Жидкость полностью смачивается капилляром, или капилляр полностью смачивается жидкостью. Следовательно, граница мениска касательна к вот этой цилиндрической образующей. То есть на жидкость со стороны капилляра действует направленная вертикально вверх сила, распределенная по всему периметру длиной L. Эту силу можно назвать силой поверхностного натяжения. Строго говоря, сила поверхностного натяжения – это сила, с которой жидкость тянет вниз капилляр. Но по третьему закону Ньютона с такой же силой капилляр тянет жидкость вверх. И эту силу мы будем называть силой поверхностного натяжения. Она вот так вот распределена по периметру капилляра. Сила поверхностного натяжения равняется коэффициенту поверхностного натяжения умножить на длину границы жидкости. Она направлена вверх. F поверхностная. По действиям этой силы жидкость в капилляре поднимается, но при этом увеличивается масса жидкости, находящаяся в капилляре, и увеличивается действующая на нее сила тяжести. Значит, силе поверхностного натяжения противостоит сила тяжести – МЖ. В условии равновесия сила поверхностного натяжения равняется силе тяжести. Массу жидкости мы тоже легко можем найти, поскольку известна площадь поперечного сечения капилляра. Масса жидкости N равняется плотности жидкости умножить на объем той жидкости, которая вошла в капилляр, то есть H, S. Таким образом, условие равновесия выглядит так. С одной стороны – сила поверхностного натяжения, сигма L. С другой стороны – сила тяжести. G, H, S, S, Rho. Отсюда мы можем найти высоту. У H равняется дробь в числителе сигма L в знаменателе ρ, G, S. Вот ответ на первый вопрос. Не имеет значения, какую форму имеет капилляр. Кстати, можно с этой формулой поиграться. Например, для круглого капилляра. Пример. Круглый капилляр. Тогда длина периметра L равняется 2πr. Площадь сечения S равняется πr квадрат. И если мы сюда подставим, то у нас получится h равняется сигма на 2πr делить на ρg на πr квадрат. π сократится, r частично сократится, и мы получим знакомую формулу 2сигма делить на ρrg. То есть эта формула является обобщенным вариантом этой формулы. Итак, на первый вопрос мы ответили. Теперь, как найти период малых вертикальных колебаний жидкости? Для этого поступим следующим образом. Отклоним эту жидкость на небольшое расстояние x от положения равновесия. Например, вниз. Проведем ось x вертикально вниз. И отклоним на небольшое расстояние x. Здесь начало координат в положении равновесии. На небольшое расстояние x отклоним жидкость вниз. И найдем, какое ускорение будет иметь жидкость, если ее отпустить. Для этого запишем второй закон Ньютона. Какие силы действуют вот на этот столбик? Во-первых, на него действует сила поверхностного натяжения. Во-вторых, на него действует сила тяжести. Она равняется m минус дельта m делить на g. Что такое дельта m? Это вот эта масса, которая вот здесь сосредоточена. Дельта m. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, вот этот столбик, равняется произведению массы m минус дельта m на ускорение. Теперь запишем второй закон Ньютона в проекцию на ось x. Сила поверхностного натяжения направлена вверх. Минус модуль силы поверхностного натяжения. Плюс, здесь мы раскрываем скобки. Вектор g направлен вдоль оси x вниз. Поэтому здесь у нас будет mg по модулю минус дельта mg равняется m минус дельта m на проекцию ускорения этого столбика на ось x. Теперь обратите внимание на вот это выражение. В равновесии f поверхностное равняется mg. Значит, мы можем вот эти два слагаемых взаимно уничтожить. Во-вторых, в условии задачи сказано период малых колебаний. Это значит, что масса вот этого участка жидкости пренебрежимо мала по сравнению с массой всей жидкости, которая находится в капилляре. И поэтому этим слагаемым можно пренебречь. Так как колебания малые. Что остается? Слева минус дельта m умножить на g. справа, m на ax. Теперь давайте выразим отсюда ax. ax равняется минус g умножить на дельта m делить на m. Идем дальше. Дельта m, масса, которая сосредоточена здесь, равняется плотности жидкости умножить на объем вот этого участка цилиндра. Дельта m равняется плотности жидкости умножить на объем. Объем это площадь поперечного сечения, s, умножить на вот это расстояние, на x. Вот так. Ну а сама масса жидкости равняется ρ, s, h. Тогда у нас получается проекция ускорения на ось x равняется минус g умножить на с одной стороны ρ, s, x. А с другой стороны делить на m, ρ, s, h. ρ сокращается, s сокращается, и мы получаем вот такой результат. А x проекция ускорения на ось x равняется минус g деленное на h умножить на x. То есть ускорение столбика жидкости прямо пропорционально отклонению его от положения равновесия и направлено в противоположную сторону. Такая система должна совершать гармонические колебания. Те, кто знает свойства гармонических колебаний, сразу скажут, что вот этот коэффициент представляет собой квадрат циклической частоты. Циклическая частота связана с периодом 2π деленное на период. Тогда мы можем записать, что 2π деленное на t в квадрате равняется вот этому коэффициенту g деленное на h. Откуда период колебаний t равняется 2π корней квадратных из h деленное на g. 2π корней квадратных из h деленное на g. К этой формуле можно прийти, даже если вы не знаете, что коэффициент, связывающий ускорение и смещение от положения равновесия, это квадрат циклической частоты. Но если вы знаете, например, формулу периода колебаний пружинного маятника, тогда можно рассуждать следующим образом. Формула периода колебаний пружинного маятника. Для пружинного маятника период t равняется 2π корней квадратных из m делить на k. m это масса маятника, k жесткость пружины в пружинном маятнике. Откуда берется эта формула? Она берется из второго закона Ньютона. А именно, сила упругости в проекции на оси x минус kx, закон Гука, равняется произведению массы маятника на ускорение на ax. Откуда мы получаем, что ax равняется минус k деленное на mx. Сравните вот это выражение и вот это выражение. Мы видим, что роль вот этого коэффициента здесь выполняет kx, а здесь g делить на h. Вот этот коэффициент фигурирует в формуле для периода колебаний пружинного маятника. Значит, если мы заменим k деленное на m на g деленное на h, то есть у нас будет здесь g в знаменателе, а h в числителе, то мы получим формулу периода колебаний в другой колебательной системе. Вот какой будет результат. Задача решена.